Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Говорим с Михаилом Чаплыгой. Прямо сейчас, Миш, здравствуй. Приветствую. Ну что, зададим тему говорящим головам на неделю. Да, и есть от чего, так сказать, оттолкнуться. И понятно, что все рефлексируют по поводу мятежа Пригожина, но немногие задаются вопросом, а к чему это приведет? Ну, точнее, вопросом-то, может, задаются многие, а вот ответов на эти вопросы нет. Миш, действительно, там все пережили какие-то сутки, а потом разочарование, а потом анализ, а дело закрыли, не закрыли, а Лукашенко, Беларусь, а вот дошел до Москвы, не дошел. И самый главный, наверное, вопрос, который звучит из Украины, так, а что с боевыми действиями, как это повлияет на вообще в целом ход войны в Украине? Ой, ну давай с конца раскручивать и, знаешь, как это, с конца в начало придем, да. Значит, давай, что это означает? Ну, хорошо, если вы выходите, а ваш сосед начинает проверять машину на крепкость, да, проверять все болты и гайки, закручивать эти болты и гайки, крепит что-то, значит, у него там сверху на багажнике что-то было, прицеп, значит, там какой-то, значит, в багажнике разные грузы, и он ходит, и все это дело крепит хорошо, да, что-то лишнее, оно отваливается, куда-то выбрасывает, да, вот, шатает эту машину, проверяет там, сдвигается, не сдвигается, да, то есть вы тогда, наблюдая это все с окна, вы можете сделать вывод, что товарищ готовится к каким-то серьезным мероприятиям, где очень важна будет крепость конструкции машины и крепость пристегнутого багажа, более того, очень важно, чтобы багаж был именно тот, который нужно, чтобы не было ничего лишнего, а все лишнее выкинуть в соседний бак мусорный, понимаешь? Ясно, то есть если мы с окна наблюдаем эту картину, то мы можем, ну, как минимум с вероятностью в 90% сказать, что наш сосед готовится к некому гештальту 2.0, о котором говорил некий Чаплыга. Когда же он может готовиться? Открываем немецкую прессу, ну, потому что не все же верят, знаешь, как-то нет пророка в своем отечестве, да, вот, не все верят в магический июль, о котором говорил опять же этот автор неких гештальтов, вот, значит, открываем немецкую прессу, 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 и читаем, оказывается, сегодня немецкая пресса нам сообщает о том, что в июле будет некая мирная конференция, и вообще будем говорить о контурах мира в Украине. Удивительно, потому что этот некий Чаплыга говорил про какую-то точку бифуркации, что же такое бифуркация, знаешь, хотелось бы привести пример с просаком, куда-нибудь попадет, знаешь, как-то вот, ну, соскользнет же куда-нибудь, понимаешь, но бифуркация, это вот, когда ты пирамиду, представьте себе, на кончик пирамиды вы ставите шарик, он куда-нибудь доскатится, понимаешь, вот, а вариантов немного, вариант один, это Минск-3 или гештальт-2.0, ну, то есть, товарищи, то есть, если доска забита фигурами и нету хода, как говорил некий опять же Чаплыга, соответственно, либо мы переходим к окопной войне Первой мировой, что, собственно говоря, не устраивает никого, либо мы добавляем туда клеточек, ну, для того, чтобы можно было поиграть, да. Возникает вопрос, кто заплатит за эту игру, ну, потому что спонсоры у любого чемпионата должны быть спонсоры, правильно? Ну, вот, оказывается, спонсоров нет, значит, выходит эта, как ее, женщина-гинеколог бывшая в Евросоюзе, вот, и говорит, отстаньте от меня с этими медпрепаратами, что мы там во время пандемии вам закупали, ну, купили и купили, ну, выкинули и выкинули, что вы пристали? Говорит, надо денег еще новых, понимаете, что-то, давно этих пандемий что-то у нас не было, давно, давайте повоюем тогда. Говорит, надо денег, 66 миллиардов надо новых, о, и тут выходят такие венгры, говорят, слушайте, а можно и нам миллиардик, потому что вы нам тут висите, да, выходят поляки, говорят, кстати, да, репарации нам не дали эти немцы, вот, а может это, может и нам тоже, потому что мы тут конституционную реформу провели, она вам не нравится, вы нам денег не дали, 66 ярдов, а тут выходит такой немецкий министр, говорит, вы знаете, я не знаю вообще, о чем вы там все разговариваете, короче, у нас денег нет, все уйдет на репарации поляка, вот идите к полякам и спрашивайте, они хотят репарации, в общем, мы не можем и туда, и туда, поэтому мы планируем в ближайшие 20 лет собирать репарации полякам, можете спросить у них, кстати, у Эстонии завалялись трошки денег, кстати, у Лихтенштейна можно спросить, вот, французы сразу отморозили, сходу, сказали, вы знаете, у нас пенсионная реформа как-то не катит, вот, оказалось, денег нет, ну, то есть, если вы, значит, говорите, вот, все, доска, на ней уже ходов нет, то есть, мы можем просто сидеть, кто будет платить за аренду зала, ну, то есть, игры нет и не будет, а кто будет платить за аренду зала, ну, хотелось бы уточнить, естественно, что никто, если игры нет, нет рекламных площадей, куда-то новое вооружение, уже все, как бы, отрекламировано, уже всех назвали джавелинами и святыми хаймарсами, все, на этом, как бы, тема закрыта, вопрос, кто оплатит аренду зала, просто так, если никто не платит за рекламу, значит, тогда, если мы продлеваем аренду, значит, кто-то, ну, расширяем эту доску, ага, отлично, значит, кто-то должен стать клеточкой, поляки, поляки, где, ты не видел, у тебя поляки там не прячутся где-то, поляки клеточкой будете, украинцы уже принимают закон о том, что можно проводить учения, как в Беларуси, 15 лет подряд, вместе с старейшими эстонцами, 4 кадра из Лихтенштейна и Польша, вот, заводите, уже там проект закона есть, где можете прямо с оружием участвовать в выполнении миссий по задаче генерального штаба, Польша, клеточка, итак, клеточка, Польша, клеточка, что у нас там еще, Эстония, без нее никак, Эстония, кто еще, финны, дайте финна позовем, финны, может еще кто-нибудь, ну, клеточки, поляки не убегать, не убегать, так, всем стоять на месте, я понимаю, что вам война не надо, вам нужно, как у Порошенко было, там трошки политически, очень прошивая ситуация у правящей партии, им надо сделать так, как хотел сделать Порошенко, значит, а вот давайте так не повоюем, а зробим у войсковый стан, военное положение, ну, чтобы она гарно голосовалась, а тут такие выходы говорят, не, 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 понимаете, в гештальте 2.0 ЕС должна лично поучаствовать, ну, то есть, это условия гештальта 2.0, потому что клеточек, некуда больше, ну, откуда клеточки брать, что, турки, что ли, Турция далеко, понимаешь, море теплое, вообще отпускной сезон, то есть Турция как бы выпадает, ясно, Кипр тоже сказал, что как бы не пойдет, нет, Каморские острова, говорят, мы вообще первый раз правослышим, остается только Польша, то есть из клеточек, а, Румыния, Румыния сразу, Румыния, правда, 2 месяца назад сказала, что даже если у вас там начнется что-то в Молдове, мы вообще не при делах, все, нас не трогать, мы, это, в замок Дракулы экскурсии водим, вот, ясно, осталась Польша, и, короче, главное, поляков, значит, так, приходим, и говорим, поляки, значит, будете клеточкой, да, так, что-то у нас с Прибалтикой, обязательно клеточек добавить, Литва, правда, куда-то ушла с поля зрения, осталась только Эстония, ну, те пока раздупляться, это такое дело, успеем пристегнуть, то есть две клеточки у нас будет, вот, Лихтенштейн далеко, пока до него доберешься, тем более они могут вообще и через полгода узнать о том, что они там были, вот, то есть их тоже можем пристегнуть, ясно. Так, кто оплатит за этот праздник жизни? Какая тишина в зале, значит, ФРГ говорят, что нет, никак, у нас нет денег для собственного бюджета, поэтому нас можете не спрашивать, говорят, вы знаете, в США, они там недавно нарыли шесть ярдов, давайте в США поищите, в США говорят, ну, в принципе, у нас, к сожалению, только до осени, блин, да что ж такое, понимаешь, а, и тут они вспоминают, был какой-то чаплык, я говорил про точку бифуркации, понимаешь, какую-нибудь, причем в июле, она же для всех, точка бифуркации, она для всех, граней у пирамиды много, что означает точка бифуркации для Украины, означает, что мы либо идем на Минск-3, что нереально, ну, тебе же объясни, почему, потому что, если пойти на Минск-3, это означает сразу политический крах правящих элит, ну, хоть одна правящая элита пойдет себе это, чики-чики делает, кэша нет, ясно, вот, правящие элиты, они пристегнуты к поезду, ну, не очень, да, поезд Каймановых островов, он, этот, вагон, он отдельно на другом пути стоит, понимаешь, то есть вот как-то так, ясно, то есть Минск-3 вычеркивает, хорошо, значит, остается Гештальт-2-0, да, понятно, Гештальт-2-0, ясно, а кто же, кто же поедет по пути Гештальта-2-0, немцы говорят, бабла нету, идите в США ищите, США говорят до осени, и вообще у нас, это, азиатско-тихоокеанский регион по графику, товарищи, без обид, плюс у нас там уже осенний период стартует эта избирательная кампания Байдена, вот, кстати, вы зачем его наручниками к своему поезду пристегнули, а ну, давайте, отстегивайте Байдена, он нам нужен тут для выборов, поэтому так, товарищи, сами, 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 вот эта геометрия на шаре, товарища Лобачевского, почему-то в Полтаве решили переименовать улицу Лобачевского, сразу после того, как я рассказал о географии на шаре, ну, геометрии на шаре, понимаешь, бедный Лобачевский придумал такую геометрию, это когда ты с точки А вышел и в точку А пришел, ну, через год. Зачем ты это сделал, Миша, ну, зачем, ну, вот. Да, вот, да, знаешь, мне уже жалко, сейчас узнали про город Чаплыгинск в Липецкой области, представляешь, эти вагнеры, блин, открыли город Чаплыгинск, ну, ничего, вот, понимаешь, бедный Лобачевский, вот, и США говорят, вы знаете, да, вы обязательно сходите в пешее путешествие, но без нас, поскольку первая была экскурсионная программа с гидом, теперь вы все знаете и пойдете в одиночку. Но поскольку вы в любом случае вернетесь в точку А, либо это геометрия Лобачевского, даже если вы отмените улицу в Полтаве, то, в принципе, сколько у вас там золотых в кармане осталось? Еще два есть, да? Ну, и отлично, значит, часики только оставьте, пожалуйста, перед путешествием в Лондоне на лондонской конференции, часики, которые вам от бабушки, от дедушки достались, отдайте их, потому что, ну, а вдруг потеряете, ну, мало ли, знаете, вот. Оставьте, пожалуйста, в Лондоне в качестве залога, в случае чего мы назовем это репарацией и контрибуцией с вас за то, что вы повоевали. Ну, вот, а то парные органы, знаете ли, спились там многие за это время, оно такое дело. Вот, говорят, в общем, точка бифуркации для Украины, это либо Минск-3, либо Г-2-0, ага, Г-2-0, хорошо, ясно. Точка бифуркации для США, это либо принуждение к Минску-3, тогда выходит Байден и получает премию мира, и побеждает выборы, да, и переключается спокойненько себе на Тайвань вместе с Китаем, у них там нормальный междусобочек, карты товарищей играют, пилосей кидаются периодически, вот. Вот, или, ну, пусть идут на Г-2-0, выходит этот Кирби и все остальные, кто там еще, ну, вся эта братья. Говорят, вы знаете, мы сделали все, что могли, мы сделали все, что могли, сил вам, натхнения, денег нет, но вы держитесь, держитесь. А Лен де Лиз вам в спину, вот, ясно, так, значит, для США понятно, бифуркация для Украины, да, для России, ага, а что Россия? Россия, в принципе, фиолетово, потому что им надо было Минск-3 для чего? Я же говорил, переворот доски, после военного события Бахмута наступает игра по перевороту доски. Что такое переворот доски? Это закрыть нахер, это СВО, которое они там назвали, войну они назвали СВО, закрыть кедрени Матери, сказать, а теперь товарищи следующий ход конем. Значит так, либо вы подписываете Минск-3, который значительно хуже Минска-2, который хуже Минска-1, ну и так далее, и так далее. В общем, каждое следующее предложение получается хуже предыдущего. Естественно, вопросы нахиба это было между Стамбулом и Минском-3, то это вы внутри разбирайтесь, Порошенко вам в помощь, он задаст эти вопросы обязательно, называется франда. Либо товарищи вопросом нет, тогда мы закрываем СВО, открываем конвенциальную войну. Ну, потому что уже кота за хвост тянуть оно как-то неинтересно. Значит, мы открываем конвенциальную войну и переходим к плану, который в голове у Путина. План называется ФРГ и ГДР. Я это рассказывал еще в марте. Значит, что стало отправной точкой? Давайте вспомним. Вернитесь на секундочку, вы же не гупи, да, вы же помните все. Вы помните, что было в декабре перед войной, да, что там русские хотели. А перед этим была Швейцария, где встречался некий Байден с неким Путиным. Когда весь этот сценарий был расписан, да. Потом, значит, был Стамбул. Ну, и перед Стамбулом было заявление товарищей русских о том, что они считают, что все началось с того, что США их кинули, потому что им пообещали, значит, не расширять НАТО на пояс безопасности РСФСР. Вот. А НАТО это слово не сдержало. Взамен те объединили ФРГ и ГДР, и получилась Великая Германия, которая потянула на себе вообще ВПК Америки и всю Европу. А такой кидало, ну, в общем, в ответ, поскольку вы тут решили в Украине базы делать, значит, ну, тогда превратим вам назло Украину в ФРГ и ГДР. А вот это с того все начиналось с марта. Ага. А как же же это сделать? Слушайте, да очень просто. Значит, нужно что сделать, с точки зрения Путина, еще раз подчеркну. Значит, нужно для этого еще в марте это пояснял. Значит, нужно каким-то образом что сделать? Отстегнуть западную, потому что с точки зрения Путина и всех этих патриотов при соединении западной это была ошибка Сталина. Потому что после этого начали сову Австро-Венгерской империи, начали натягивать на бывшую Российскую империю и чуть-чуть этой Османской. Ну, мы же из трех кончиков империи состоим, да? То есть яблоко, в него воткнули три карандаша, грубо говоря. Потом эти карандаши поломались. Получился тогда СССР. Украина появилась в 91-м году в ее границах, которые до этого никогда не существовали, и состояла из трех обломков империй. Нельзя было сову натягивать на глобус, одну империю в осколок натягивать на другие. Потому что исторически получалось так, что в тех старых древних каких-то границах этих империй воевали украинцы кто-то на стороне Австро-Венгерской, кто-то на стороне Российской, кто-то на стороне Османской. Причем часто воевали друг с другом. Ну вот, поэтому надо было это все похоронить, сказать, что есть новая Украина, единая и целая. Но вместо этого мы начали натягивать сову на глобус. То есть один осколок натягивать на два других. Чем это бы закончилось, все понятно. Ну вот, поэтому русские что хотят? Они говорят, отстегнуть западную. Все. Потому что она и так им не нужна с точки зрения прикрытия, потому что прикрытие там им обеспечивает Беларусь. Их интересует все, что от точки схождения трех границ. Вот что их интересует. А то, что там их не интересует. И они бегали постоянно, что вы забыли, какая была кампания полгода назад, в СМИ политической и так далее в России. Поляки, а давайте поделим Украину. Ну, помните, каждый день по 10 сообщений этих было. А как это сделать? Нужно каким-то образом зацепить поляков за попу и притянуть их на западную. Или пусть их украинцы сами, мол, пригласят, значит, там под видом учений чего-то еще. Или надо каким-то образом бахнуть туда, чтобы они зашли. Потому что Беларусь нейтральная, товарищи. Беларусь нейтральная. Поэтому, уважаемые поляки, заходим либо через Калининград, но тогда вы рискуете потерять вообще все там, и вряд ли Прибалты будут за. Либо через Украину. Ну, то есть, как вам? Давайте мы вас тапком кинем и скажем, да, 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 включайте четвертую статью НАТО. Мы подтверждаем, что мы специально. Вопросов нет, чтобы вы сразу перешли к пятой статье, которая никогда не активировалась. И, естественно, США сказали, вы знаете, предыдущие точки бифрукации мы сразу сказали сами-сами. Поэтому, поляки, вы не НАТО, ну, в смысле, не пятая статья, вы самостоятельно. Заходите на запад. И мы тогда включаем конвенциальную, заходим слева. Ну, справа, сейчас откуда-то, ну, в общем, с двух сторон. Все, товарищи, вот он сценарий. Вот, чего хотели русские. Поэтому, говорят, у нас точка бифрукации следующая. Вы либо Минск-3, либо мы идем на конвенциалку и зовем поляков. Ну, то есть поле, мы же поле на этой доске добавили. Гениальный ход конвенциал. Так, понятно. Ясненько. Значит, вот они три точки. Ну, и красота этого всего. Ну, Шпиндель в данном случае будет совершенно не Британия. А в данном случае в роли Шпинделя у нас выступит НАТО. НАТО, которое в июле месяце уже... Нет у тебя коробки. Мне когда-то на день рождения... Давай я отвлеку вас на секундочку просто от этих всех мрачных мыслей. Сейчас я тебе их изложу. Мне на день рождения, значит, работали мы на выборах Кировоградской области. Вот. Ну, и дома давно меня уже не было, значит, жены нет. Говорят, Миша, а как у тебя с чувством юмора? Я говорю, да, у меня вроде слава богу. И целый день ко мне ходили перед днем рождения. Короче, на день рождения мне подарили... Мне подарили... Господи, забыл, как ее... Изольду Марковну. О, Изольду Марковну. Надувную. Изольда Марковна. К ней прилагались дипломы. Она владела иностранными языками, имела высшее образование, с уважением. Вот. Образование имела, все. И вот такая Изольда Марковна была у меня на день рождения. Потом мы на ней в Турции плавали вместо этого матраса. Вот. Крупная была Изольда Марковна, да? Да, Изольда Марковна была с такими руками. Вот так. Такая серьезная Изольда Марковна в боевой позиции. Ого. Значит, нам собираются Изольду Марковну подарить. Ну, говорят, слушайте, мы уча плыги в Кировограде. Ну, как это теперь... Я старорежимный, прости. Я еще улицы во Львове, Жовтневая называю здесь. Роза Люксембург. Простите, ради бога. Кропивницкий. Ну, вот. Значит, они подсмотрели, как праздновал Чаплыга тогда, значит, день рождения в Кропивницком. Ну, тогда Кировоград. Говорят, вы знаете, классная штука. Давайте это устроим у нас на НАТОвском саммите 11-го числа, или 12-го, в Литве. И у нас в море есть, если что, заодно заплывная Изольда Марковна. Называется Совет НАТО. Заплывная Изольда Марковна, Совет НАТО. Это плевать, что Совет НАТО РФ существует уже давно, просто он не работает. А давайте еще это Украина. Вот это будет шпиндель. Шпиндель. Ну, то есть, лесом, товарищи пионеры, лесом. И перед нами встанет еще один, ну, еще одна точка бифуркации. Взять эту Изольду Марковну, ну, с хорошим чувством юмора, да. Вот. Изображать, что мы будем на ней тренироваться обязательно, чтобы стать, ну, таким мощным членом. Мощным членом НАТО в будущем. В будущем. Это если хорошо тренироваться с Изольдой Марковной. Член может стать мощным, если хорошо тренироваться. Или не взять. А это зависит от нас. Понимаешь? Я предлагал. Я редко такое делаю, что я предлагаю. Ну, стараюсь никого, знаешь, как буддист, исповедую принцип. Главное, никому не давать советов. Так вот. Я думаю, что было бы правильно проявить честь и гордость. И, знаешь как, не бегать вот эта невеста на выданье из серии, когда же вы на мне женитесь. Особенно, когда вы четвертый раз с меня слазите. Вот. Поэтому не брать. Но, скорее всего, что мы поедем брать эту Изольду Марковну. И, более того, нам еще и предлагают принять участие, возглавить заплыв на этой Изольде Марковне в виде этого совета. Вот. Взамен. Взамен, чтобы мы не плакали. Ну, если с вас четвертый раз слазят, то, знаешь, как-то и не женятся. Предлагаю дать денег. А давайте деньгами. Ну, когда тебе дают денег, а с тебя четвертый раз слазят, то, наверное, это называется проституцией. Мне так кажется. Вот. Но я всегда, как правозащитник, выступал за права работников коммерческого секса. То есть, нужно установить семичасовой рабочий день, я не знаю, какие-то гарантии трудовые. То есть, ну, прописать это все. Совет Украины НАТО, надо какие-то трудовые гарантии прописывать. Ясно. Значит, все это мы теперь рассмотрели. Значит, что же происходит? Возвращаемся обратно к соседу, который с утра, с утра, уже у себя крутит гайки в машине, выбрасывает все лишнее и к чему-то готовится. А теперь вы понимаете, к чему он готовится. А что же было у соседа? А теперь напомню вам, что когда-то давным-давно жил мой старый друг Коля Макеавелли. Коля нормальный чувак с хорошим чувством юмора. Чувак пытался пристроиться к Медичам. И писал им разные опусы о том, как правильно побеждать врагов. В общем, ну, Медичам понравилось, они его взяли, значит, там денег дали. Нормальный блогер был, походу. Вот. Потом из его блогов составили некий государь, называется. Вот. И, ну, Коля такого не советовал, ну, просто мы с Колей часто беседуем. И Коля говорит, ну, дополни там пунктами, да. Вот. Я хочу напомнить всем простую житейскую истину, которую вы часто говорите каждый божий день. Если не можешь победить процесс или боишься его, что нужно сделать с ним? А ну, подскажи мне. Ну, возглавить. Ну, умничка ты моя, конечно. Не можешь, не можешь победить. Возглавь. Хорошо. А если есть некий общественный запрос, это мы дополним этого Колю, дополним именно этим. Теперь второе, чем мы дополним Колю. Если есть некий общественный запрос, то есть ты можешь обезглавить его, ты можешь все, что угодно сделать с лидером, но запрос куда-то делся или нет, это, знаешь, как 73%, да. То есть всех уже вот так достало, волна 73%, и кто бы там ни был, да, хоть мой Черчилль, он бы тоже, так сказать, был на гребне этой волны, понимаешь? Хорошо, если ты потом слазишь с этой волны на другую, то есть глобус, сова-глобус, как обычно, значит, то волна куда-то исчезает, запрос, никуда. Вопрос, что с этим делать? Ведь завтра на эту волну может выйти мой Черчилль. Понимаешь? Ну, как-то обидно. Ну, то есть до тех пор, пока существует волна, что делать? Ага, значит, нужно, пишет нам Коля Макеавелли, говорит, надо эту волну дискредитировать в общественном мнении. Это следующий пункт. Не можешь победить, возглавь. Второе. Для того, чтобы не было риска, дискредитируй. И третий пункт, которым важно было бы добавить. Значит, для того, для того, чтобы править дальше хорошо, нужно что сделать? Нужно всех поставить на хорошенькую растяжку. Потому что, когда стоят на растяжечке мужчинки, у них что, знаешь, как раньше проверяли Папу Римского? Ну, чтобы Папа Римский не был женщиной. Был такой стульчик с дырочкой. Значит, туда присаживали Папу Римского и проверяли Папу Римского. Папа это или не папа? Тогда еще не знали про трансгендеров. Мало ли что. Понимаешь? Ну, и когда все хорошо стоят на растяжечке, ты просто ходишь ножничками и интересуешься уровнем поддержки. Понимаешь? Вот третий пункт Коли Маке Вэлли. Что же произошло в России? Юх, Господи. Слушайте. Называется вакцинация. То есть, если математика показывает, что на осень складываются все революционные условия, то есть, ну, давайте вернемся на секундочку, в семнадцатый год. Товарищ царь, товарищ царь входит в Первую мировую войну. Ну, там трубы играют, все. Что делает царь? Царь садится в поезд. И вот точно так же, как США сделали. Значит, вместо того, чтобы сидеть себе на троне с одной рукой судья, а второй сразу это же исполнение. Значит, там великий мировой судья и этот исполнитель по ходу пьесы, мир основанный на этих правилах. Что делает он? Он слазит с этого трона и лично втягивается, значит, повоевать. В это время пустой трон занимает кто? Кто? Правильно, тот, кто уже сколько лет сидел на берегу. Приходит и говорит, ой, хуавей вам в хату. Раз и занимает, значит, этот трон. Говорит, теперь я судьей буду. И царь, кстати, тогда в России, говорит, все, что-то мне этот трон уже опостылил, садится в поезд и валит лично руководить фронтом. Вам ничего не напоминать параллели, да, кто там лично фронтом руководит, на связи, там, все, со всеми боевыми генералами. Значит, вот первое. Второе. Экономическая жопа. Жопа через 2П. Знаете, слово счастье. Жопа через 2П. Экономическая жопа. Да, вы ее, может, еще и не видите там в России, на самом деле, но есть макро-показатели. Они очень херовые. Понимаешь? В крайнем случае, конечно, можно на Рупи перейти и печатать их в Крыжополе, где он находится. В Мэтищах. Мэтищинский комбинат. Чаплыгинские будем печатать, Миша. Чаплыгинские будем печатать Рупи. Хорошие Рупи, очень похожи на настоящие. Кстати, по сути, ничем не отличается. Ну вот. Ясно, второй фактор. Третий фактор. Революционные матросы. Алло, это Смольный? Да. Пиво есть? Нет. А где есть? В Воронеже? На Воронеж. Ну вот, оно же как-то так происходило. Ну именно. Кстати, с захватом пивзавода, между прочим. Причем двух. Один в Воронеже, один в Савропольчике, в Ростове. Где они там? Два пивзавода взяли. Нормально. Вот. Пиво закончилось, пришлось уйти. Пиво нет. Все, пиво нет. Пиво. Ну сказали просто, пиво нет. Понимаешь? Ну они же вышли и говорят, пиво нет. Ну что это такое? Ну скажи просто, пиво нет. Вот, ясно. Все, сложились все условия. Но. В чем прикол? Если у тебя все эти условия складываются по-любому на осень, и математика расчетов показывает, что это произойдет осенью, тебе вакцинироваться надо планово летом. То есть ты вспоминаешь все то, что говорил Коля Маркеваль. Гениально. Так, кто лучше всего на эту роль подходит? Так, скажи пожалуйста, что является высшей степенью доверия между цепным псом, преданным, и хозяином. Ну? Высшая степень доверия. Хорошо. Давайте я вам напомню один элемент, который был на выборах Эрдогана. Помните, по телевизору очень ярко показали момент, когда самый близкий к нему охранник или там начальник охраны подавал ему стакан воды. Ему плохо было, ему было плохо. Он не взял из рук охранника. И только когда охранник передал этот стакан воды сыну, и сын подал стакан воды, он его взял. Скажите, пожалуйста, Пригожин кто? Ох, какая параллель, Миша. Ну, ну, да. Пригожин подавал из своих рук ему воду и еду. И тот брал. Просто, чтобы вы понимали нюансы. Ага. Иди сюда, мой друг. Играл ли Пригожин с британской разведкой? Я вам предлагаю даже на эту тему не думать. Потому что если да, а скорее всего да. Ну, а это же еще ни о чем не говорит. То есть тут многослойная картина. Знали ли об этом в Кремле? Думаю, да. Если Пригожин, агент Британии, или там США отказались даже признавать там, накладывать какие-то санкции на них и так далее. Ну, на своих же нельзя. То тогда очень многих в голове родится вопрос. А кто с кем тогда воюет здесь? Привет. Приезжающий к нам регулярно Британии. То есть с одной стороны заезжает Британия, с другой стороны заезжает Британия в лице уже Вагнера, да. Очень страшные вещи. И лучше я не буду развивать эту мысль. Это как-нибудь для следующих передач. Но пока предлагаю... Миш, 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 нет, нет. Я протестую категорически. Что такое? Категорически протестую, потому что... Хочешь про шпиндель поговорить? Потому что... Нет, не про шпиндель. Потому что... Ну вот если так всмотреться в итоге... Вот в итоге. И особенно... Понятно, что это все слухи. Понятно, что вот вы распускаете слухи. Ну, давайте назовем это не слухи, а, ну, скажем так, устным народным творчеством. Ну, якобы британская разведка, украинскую, предупредила не рыпаться в плане, да, ну, наступления под мятеж, который растерянную там на рубежах обороны российскую армию, ну, скажем так, вообще введет в состояние ужаса. И, соответственно, успехи ВСУ могут быть достаточно большие. Предупредила и, соответственно, там вышел подаляк к вечеру, да, рассказал там окно возможностей, ну и ничего не происходило. А потом, вот потом, а после, товарищи из Нью-Йорк Таймс говорят, вот Украина не сумела воспользоваться вот этими сутками или там полтора дня, да, вот этого мятежа, и вот не получилось у них. То есть, если Бриты, если Ми-6, предположим, я не утверждаю, никто об этом не знает, предупредили Киев, тихонечко, ну, все по плану работаете, то есть не, скажем так, не ускоряйте события, а там мы видим Пригожина, который, который кормит со своих рук Путина, ну, кормил, да, раньше, теперь похоже наоборот. То тут очень интересная картина врисовывается, чего добиваются эти британцы. Дело не в самой Британии, понимаешь, и вообще не в этом все. Мы просто говорим, британцы, британцы, элиты, которые правят своими народами, никакого отношения к народам своим не имеют. А сами элиты являются глобальными. И да, на глобальном уровне они там имеют противоречия большие. Но еще раз, первый миф в наших головах, миф о том, что правящие элиты своих стран имеют какое-либо отношение к своим народам. Это миф. Второе. Правящие элиты являются частью более глобальной. А там тоже свои есть конкуренции и так далее, но это другой и иной мир. А миф заключается в следующем. Что эти глобальные, ну, западные их называют, восточные элиты, западные, восточный дом, западный дом, одной и той же элиты и так далее, они там между собой враждуют, ибо никто так не воюет, как дети одной семьи или дети одного дома, да, но неважно. У нас был миф о том, что США это, значит, они за нашу целостность и так далее, а Россия против. Так вот, это миф. Потому что не существует таких вот понятий. А теперь представьте себе на секундочку, что и США элита, и Россия элита, и Британия элита, все эти три элиты, это суть одно и то же. Да, у них свои срачи, вечные, там, по 300 лет. Ну, в перспективе, там, еще 300 лет, у них там все понятно. А вдруг они, они хотели расчленять Украину с самого начала? Давайте зададимся вопросом. Когда приезжал Буш, это США, когда еще был СССР, какая страна была против того, чтобы Украина стала самостоятельной и вышла из СССР? США. Какая страна заставила нас порезать стратегические бомбардировщики? США. Какая страна заставила нас отдать ядерное вооружение? Возможно, мы не имели возможности им управлять, там, и так далее, и так далее. Но кто и поставила это условие признания нашей независимости? Под чьим давлением была принята именно такая декларация независимости нашими отцами-основателями? И ключевой вопрос. А кто не О-БАМа запретил нам вернуть Крым? Ну, или не отдать даже. Вернуть это очень сложно. Вот не отдать. Это было проще. А теперь выходит и на чистом глазу говорит, что он был прав. Потому что там, оказывается, было лояльное России население, оно вообще к Украине не очень, не вообще русскоязычное. И вообще это было правильное решение. Ага. И тогда заиграет мир другими красками. Мы почему-то думаем, что если бандит в полосатом купальнике и бандит в красном купальнике, значит, в красном это плохой, а в полосатом хороший. А вам не кажется, что просто один бандит загоняет, а другой выжимает? Это просто разводняк. Вы забыли Швейцарию? Встречу двух товарищей. Надо выбрасывать эти все мифы. Украина единая и целая. Не нужна в границах 91-го года никому, кроме нас. Больше никому. Мы всем остальным мулеем. Или вы думаете, США просыпаются с утра? Говорят, да. Не добавить ли нам нового игрока на геополитическом поле, да еще и в самой ключевой точке. Так, чтобы они нам рассказывали, как нам жить. Не мы им, а они нам. Чувствуешь разницу? А может быть, они играют две руки? А? Ну, вернемся. Вернемся к Пригожину, да. Пригожину, да. Да. Значит, теперь, когда мы узнали слово вакцинация, да, значит, что произошло в России? В России очень простое. Значит, все, запустили, все пошли. А давай еще один пример. Параллель проведу. Значит, чего добивается США от Китая? Чтоб Китай напал на Китай. Ну и что тут? На Тайвань. Китай напал на Китай. А Китай говорит, не, нападать не буду, просто вернем, да и все. Приезжает Блинкен. Китай говорит, будем возвращать политически. Блинкен говорит, как? Он говорит, ну как, как? Выборы, знаете ли? Выборы там будут на Тайване. И давайте мы договоримся о следующем. Что США не будут влазить в выборы на Тайване. А если будут, то мы можем, в принципе, и поблокировать флот. Я тебе скажу, с чем уехал Блинкен. Блинкен уехал с обещанием, что США не будут политически вмешиваться в выборы на Тайване. Но до этого что было? А до этого они запускали пылосью. А давайте мы пульнем пылосью, а вдруг они, значит, там нападут. А те взяли и не напали. Провоцируют, провоцируют, не напали. Ясно. Что было здесь? Пошли эти колонны. Ну, давайте. Значит, что там? 400 тысяч Росгвардии должны были что делать немедленно? Со всех орудий пулять, уничтожать, взрывать. В общем, все должно было. Кира этим дали пройти. Но люди, которые делали в своей жизни хотя бы одну революцию, пытались, по крайней мере. Я не буду тыкать пальцами, да? Но однажды мы... Ну, я-то и гранит видел, и Украину без кучмы, и все остальное, да? Я-то все это понимал. Скажи, пожалуйста, если твой мятеж, ну, почему, ну, это даже не мятеж, пусть это назвали мятеж, если твоя революция, да, не ставит своей целью смену царя, а ставит своей целью какие-то там, я не знаю, что они хотели, шойгу кого-то поменять, да? Ну, хорошо. Шойгу поменять. Ну, пришел ты к Москву, что? Ну, поменяли шойгу, что дальше? Что ходил? Понимаешь? То есть изначально, изначально валят товарищи с непонятными целями. Теперь я тебе цитирую Википедию. Специально для тебя. А где я ее открыл? Вот. Так, секундочку. Я тебя сдвину сюда. Ага. События 22 января 1905 года в Санкт-Петербурге. Известные как Кровавое воскресенье или Красное воскресенье. Разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, к Зимнему, имевшего целью вручить императору Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Петицию о рабочих нуждах. Говорят, шойгу убери своего. Петиция. Приходишь, становятся на колени вот это перед барином. И требуют, понимаешь, мятежники такие. Вот. Поводом стала достигшая своих целей, поводом стала не достигшая своих целей забастовка. Ну, слушай, сколько раз они просили этого шойгу снять, требовали, матом крылья. Не достигла своих целей эта забастовка. Шойгу, дай снаряды. Не достигла своих целей забастовка. Вот. Охватившие заводы в Петербурге. 5 января некий Га, Га, Гапо, этот, Пригожин бросил в массы мысль обратиться за помощью к самому царю. Представляешь, бросил в массы мысли обратиться за помощью к самому царю. Вот. 7 января 8-го составил петицию. Да, Лой Шойгу петицию составил. И, перечисляющие требования еще какие-то там рабочих. Дай снаряды там и так далее, и так далее. Вот. Ну, и ряд политических требований снять там шойгу было. Главным из которых был народным представительством форума учредительного учредительного собрания. Ну, то есть, ну, да, он же там заодно и где-то на выборе собирался по ходу пьесы. Ясно. Дружище, вообще никаких параллелей. Ну, совершенно. Правильная мысль? Нет, одна есть. Итог тот же. Одна есть. Кровавым не шибко все было. Вот. Потому что 17-й год стал итогом пятого кровавого, да? Ну, там, перед этим еще был Герцен, знаешь, это просыпается, у меня там в чате что-то написано. Такой сонный Герцен, значит, и орет это декабристы, блин, в шесть утра. Понимаешь? Ну, будили его, понимаешь, в шесть утра декабристы. Так вот, тебе нужно для того, чтобы возглавить этот процесс, тебе нужно а, его дискредитировать в глазах общественности. И ты это сделал. И второе, тебе нужно что? Тебе нужно проиграть полностью все, что есть в сценарии, но в ключевых рэперных точках пустить его в правильном тебе надо. То есть ты уже знаешь, где ты ошибся. Ну, знаешь, как в игрушке ты играешь второй раз, ты знаешь где. И тебе нужно пойти в другом направлении. Вот то же самое. Копия один в один. И третий эффект, который тебе нужен. Третий эффект. Это, знаешь, как эффект Кучма. Когда тебе нужно создать, ну, то есть, когда Мороз побеждал Кучму, тебе нужно вырастить своего Тернебока или своего Симоненко. И поставить на вот эту уже дискредитированную волну, чтобы, боже упаси, никто другой на эту волну не вылез. Отлично. Следующий ход. Значит, когда ты готовишь машину, значит, тебе нужно всех поставить на растяжку. Теперь, после этого всего, будет звонить уважаемый товарищ к этой, стучать по телефону. Все ушли на фронт, стучать по телефону. Значит, будет интересоваться. Простите, вы билетики по 200 тысяч покупали улететь отсюда, а? Что-то вы не лояльны. А чем будем доказывать лояльность? Знаешь, сколько звонков таких сейчас будет? А, кто-то успел улететь. скатертью дорога, мой друг. А захочешь вернуться, это уже будут другие условия. Правда, Роттенберг? Как там тебя? Ага. То есть, берешь по машине вот так, и вся пылюка, опа, есть, все лишнее вытряслось. Ясно. Те, кто остались, так, что-то ты сильно, сильно болтался. Надо тебя как-то подстегнуть, правда? Значит, спрашиваем, да, почем билетики брал? Зачем? Ясно. Все, то есть, груз мы пристегнули, гаечки подкрутили, а теперь что? А теперь возвращаемся к самому твоему первому вопросу. Что ждать? Сценарий дальше. Хорошо, я тебе объясню. Из той логики математики, которую я вижу. Еще раз говорю, я сразу в первые секунды, когда это все началось, я написал, математика не показывает события. Математика показывает точку бифуркации, точку принятия решения. То есть, вот пойдешь, влево пойдешь, влево пойдешь, вот только точка. Я не знаю, куда пойдешь, но это точка принятия. А события, только где-то под ноябрь, октябрь-ноябрь, там события. Поэтому, говорю, я не верю в то, что какие-то события произойдут. Где только будет принятие решений, то есть, ну, выбор пути. Значит, что будет дальше? Исходя из логики математики. Из логики математики, скорее всего, Кремль до середины июля выкрутит все гайки. То есть, он подготовит ракету к старту. Он подкрутит все гайки, заправит ее, уберет все лишнее и прикрепит багаж. Это для того, чтобы совершить переворот доски. То есть, минус СВО, да, это конвенциалка. А для того, чтобы принудить Минску-3, необходим предмет торга. Значит, для того, чтобы появился предмет торга, им нужно зайти с северо-востока. Для того, чтобы спровоцировать ходы. Значит, смотри, у нас есть юг, есть северо-восток, есть запад. Им нужно поставить угрозу на северо-востоке. Для того, чтобы нас поставить теперь на растяжку двумя ногами, один на север, другой на юг. Понимаешь? На юге они наступать никуда не пойдут, потому что наступление означает оставить ту линию обороны, которую они прорезали. Они не оставят ее. Все, забудьте. То есть, они будут там сидеть. Мы можем только пробить ее туда, если сможем. Но они там ходить не будут. Оставшуюся часть они 18-го числа выключают с помощью зерновой сделки. Они просто вводят морскую блокаду. Либо ставят нас на растяжку и говорят, не вопрос, мы откроем. При условии, что вы открываете порты, они же украинские, это просто подоккупированные территории, они же украинские, порты, которые находятся на оккупированной территории. Если вы открываете порты там, мы открываем здесь. Нет, тогда мы ставим блокаду. Идти дальше по югу мы не будем. Значит, дальше начинается северо-восток. Если они валят по северо-востоку, тогда появляется угроза в принципе и для центральной части Украины. Тогда, скорее всего, каким-то провокационным действием русские будут пытаться втянуть поляков на запад для того, чтобы развязать себе руки. Это же тоже понятно. По событиям. Скорее всего, до 11 июля будет, русские будут пытаться очень сильно бить ракетами. То есть, они вряд ли будут где-то ходить, они будут просто провоцировать, причем провоцировать на востоке больше, не на юге, восток и северо-восток, и лупить ракетами, причем лупить именно где-то вот в той точке, то есть, северо-восток, ну и по югу то само собой, вот где-то там. При этом они будут готовиться к некой провокации, которая должна, по их мнению, произойти, либо где-то в западной точке Украины, либо в самой Польше. Им фиолетово. Что-то, что-то, в принципе, вариант их устраивающий. Для этого, что мы с Вагнером не этими играются и так далее. Вагнеры в Беларуси? Нет, они не для того, чтобы идти. Вагнеры в Беларуси это просто линия вот эта а-ля Суровкина, скажем так, на случай, когда будут идти поляки. В том или ином виде. Это по расчетам их. Значит, до 11-го будут просто вспышки, которые, ну и будет такой, ну, нагнетало резко. Далее будет такой период, период спокойствия, бифуркации. Значит, дальше начинаются два события. Значит, резиновая резина НАТО и некий саммит мира, который должен пройти в эти же дни, в июле, ну, где-то в середине июля, с участием глобального юга, где под прикрытием полотенец или там фиговых листков этого глобального юга, рассказывая о великих планах, наших, ультиматумах и так далее, будут проходить настоящие закрытые переговоры и почему-то вспомнили про Лукашенко. Будут проходить реальные переговоры. Но о них вы в прессе не узнаете. А площадкой будет, ну, то есть, знаешь как, для того, чтобы потереть, ну, например, помнишь, как было в декабре, когда Зеленский поехал в Берлин на Минский формат? Че куда он? В Берлин, в Париж он ехал? Я уже не помню, куда он тогда ездил. Значит, тогда под предлогом обмена всех на всех, гуманитарный аспект, и тогда был крупнейший, помнишь, большой обмен и так далее. Значит, что нужно было сделать? Первым лицам, значит, нужно было потереть, Путину, Франции, Германии, они же не могут, они же там напряг, им нужен повод. Им надо было встретиться и потереть о чем? Про энергетическую безопасность. Как сделать так, чтобы Украина транзитировала по своей трубе газ в Европу, пока строится СП-2, с которой отвлекающий маневр, потому что основное, основное, это идет Южный поток через Турцию. Но выйти людям это все сказать, это был бы верх цинизма. Поэтому, а давайте все встретиться в целях, поговорить о Минске, и о великих обменах гуманитарных исследований. Вот точно так же и здесь. Мы поговорим о формулах, о мире, о чем угодно, с глобальным югом. Но это будет площадка, где будут проходить реальные терки. И, скорее всего, там где-то будут товарищи и от Луки, и Рияда, и других-других столиц мира. Вот, значит, это то, что будет в середине июля. Потом, поскольку мы понимаем, что какие, что бы вы ни выбрали, в любом глобальном пределе, поход на Минск-3 сейчас, для власти, означает чики-чики. Значит, мы пойдем по пути Г-2-0. Г-2-0, США говорят, вы идете в одиночку, вперед. Ресурса на это все для этого Г-2-0 хватит, ну, по моим подсчетам, 3-6 месяцев максимум. Ну, я думаю, что где-то так. Значит, соответственно, у русских, что такое Г-2-0 у русских? У русских это конвенциалка и плюс вовлечение поляков. Значит, где-то с августа месяца русские попрут в районе северо-востока. Вряд ли они будут идти по большим городам. Скорее всего, они будут пытаться обрезать логистику, будут пытаться брать мешки. С юга они идти вряд ли будут, значит, ну, и плюс будут кидаться тапками. При этом, нужно еще раз напоминаю, вовлечение поляков, а дальше, если будет какая-то провокация, это уже как бы события на будущее, вилки вот эти, то тогда включат Вагнеров и поиграются с Беларусью. Не будет, не будет включать, то есть это будет просто линия. Для отвлечения. Там будет просто играть напряженность, для того, чтобы войска порастягивать где только можно. Значит, где-то эта вся конетель должна приблизительно с пиками и так далее спасть к октябрю месяцу, где-то в октябре. Соответственно, где-то в районе октября месяца ближе к концу октября откроется еще одно окно возможностей для реального уже подписания Минска-3. То есть сейчас это, мы же понимаем, что мы идем на Г-2-0, Штаты перекрестили. Русские тоже идут на этот Г-2-0. Значит, а теперь у меня возникает вопрос. Михаил, ты же эти все стратегии видишь, понимаешь. Где здесь ВСУ? Я отвечаю на вопрос. Я никогда не буду говорить о планах ВСУ. Мы обсудили стратегии так. Все возникает вопрос. А получится ли у русских это реализовать? Тут все в руках наших ВСУ. Но о планах нашей страны, наших контрмерах и о действиях военных я, по крайней мере, публично говорить не буду. Нет, ну, потому что нас с тобой смотрят. Вот ты говоришь ВСУ, погоди, ну ты должен был об этом сказать, нарисовал. Ты должен был об этом сказать, но я должен тебя опять напомнить, уж коли ты, ну вот ты начал именно с, ну, как бы, ну вот как бы, что было в прошлых сериях, да, а потом вышел к нечто абсолютно новому. И я тебе должен опять-таки в прошлых, позапрошлых сериях напомнить об этих, ну, скажем так, сообщающихся сосудах. Деньги, боеприпасы. То есть, ну, Шойгу, где Герасимов, где боеприпасы, да, могут кричать, да, можно кричать Салливану, да, там, Милли, ну вот это, где боеприпасы. То есть, ну, тут тоже очень интересный момент. Ты абсолютно правильно это указал. Поэтому я тебе напомню то, что я всегда говорил. Значит, тезис первый, который я говорил. Я верю в государство. Для меня государство это люди. Люди это тыл и воины. Поэтому берегите ВСУ, говорил всегда я, и берегите людей. Потому что государство это не диаграфия и не квадратные метры, а люди. Потому что если нет людей, то квадратными метрами править будет лондонский, это конференция лондонская, с участием Коста-Рики. А нам нужны украинцы. Это всегда я говорил. Я всегда говорил, делайте все, чтобы помочь нашим бойцам, если они могут, с тем, что у них есть, победить, либо сохранить себя. Поэтому да, я всегда это говорил и продолжаю это говорить. Если ты самый лучший хирург в мире, но у тебя нет скальпеля, у тебя нет дезинфектора, и у тебя нет даже полевого госпиталя, сможешь ли ты спасти жизнь? Поэтому я всегда говорил, что бойцы для меня уже давно герои. Они смогли сохранить нашу государственность. Они смогли сохранить наши жизни. Они уже герои. Я не требую от них яблони на Марсе, но я знаю, что они всегда сделают максимум из того, что могут, с тем, что у них есть. А теперь возвращаемся к тому, что сказал ты. Да, существует всего лишь два рычага управления. Финансовый и военный. И если ты эти два рычага вырываешь, а собственно говоря, это мы наблюдаем, то, то. То придется брать Изольду Марковну, Миш. То придется брать Изольду Марковну. Ну, по крайней мере, деньгами дают. По крайней мере, деньгами. Поэтому еще раз тебе скажу, знаешь как, просто запомни простую вещь. Если в классе принимают решение, там, совет класса, значит, установить, что пять сантиметров является больше десяти сантиметров. Установили. Пункт второй. Любой, кто противоречит, что пять сантиметров больше десяти сантиметров, должен покинуть класс, должен быть объявлен изгоем. Что ты хочешь от меня в эфире, спрашиваю тебя. Понимаешь, а что такое геометрия на шаре Лобачевского? Это когда ты, вопреки всему, говоришь, что десять сантиметров длиннее пяти. И для того, чтобы, то есть, знаешь, как бы, в простой геометрии эвклида параллельные не пересекаются. А могут ли параллельные пересекаться? Да, но в геометрии на шаре Лобачевского. Ага, значит, если в геометрии на шаре они пересекаются, значит, нужно отменить геометрию Лобачевского и переименовать улицу. Но от этого ничего не изменится в реальности. Поэтому я говорю, решение есть, но оно лежит в другой геометрии. Но это геометрия и все остальное. Требует, то есть, если ты не можешь решить внутри системы задачу, тебе нужно что сделать? Тебе нужно создать внешние обстоятельства. А это уже работа МИДа, международной политики, внутренней политики и так далее. Ну, это как есть абсцисса, координат, ОХ, ОУ, а есть ОЗ. ОЗ, это третье, все правильно. Но она запрещена. Удивительное рядом, но оно запрещено. Понимаешь? И тогда мы возвращаемся к другому. А кто превращает нас из трехмерных в двумерных? Кто? И тут мы вспоминаем про этот шпиндель. Куда не рыпнешь, понимаешь, две руки. Понимаешь? А потом мы вспоминаем все мифы, которые были навязаны, многое-многое другое. Единственное решение вот это, в этой оси Z, это остановиться на секунду, первое. И пусть вся пыль обтрясется, и вот все наносное уйдет. Вернуться к истокам своей декларации о независимости. Вспомнить, кто перерезал пуповину между декларацией о независимости и сегодняшнем состоянии. Как фамилия на по начинается. Кто изнасиловал Конституцию? Первый раз ночью, когда на входе была одна, утро на выходе другая, на ку начинается. И кто изнасиловал ее второй раз, опять на по начинается. Понимаешь? Это следующее. Третье. Осознайте эти три осколка империи и недопустимость натягивания совы на глобус. Третье. И когда вы начнете это все понимать, у вас начнет прорисовываться ось Z. И тогда вы поймете, как вам вести международную политику, как вам вести внутреннюю политику, что делать на фронте, и как объединять страну. Потому что ключ к стране внутри нас. Нет, он не в США, не в Британии, не в России. Он у нас. А потом вы должны, ну как бы, шпинделем этого всего, должно стать осознание того, что есть государство. Люди или сантиметры. О! Вот когда это мы осознаем, тогда да. Но если вы будете пытаться искать решение в плоскости, где нет оси Z, то я вам сразу скажу, его там нет. вообще нет. Я тебя, я тебя прерву, а то знаешь, как вырежут, и тут чаплыга, оси Z, скажем так, ну сейчас, сейчас как бы отрежут кусочек и скажут, ага, вот, на самом деле мы о геометрии. Мы о геометрии. Слушай, я уже начал ловить себя на мысли, что за этой глупостью, знаешь, как вот в других языках и в польском, и в словацком и так далее говорят на Украине. Меня часто поправляют. Я говорю, ну я не могу. Я говорю, вы Украине. А потом я ловлю себя на мысли, и слова говорят, Миша, у тебя других нету, вот все, это единственное, что вообще тебя тревожит в этой жизни. Понимаешь? Я начинаю себя ловить на мысли, что я сам проверяю на, вы, и где-то, честно, что другой задачи нет, нечем заняться. Понимаешь, то же так же с этими осями. Ну давайте буквы запретим в осях и так далее. Ну то есть дайте Лобачевского переименуем, выключим, да. Выключили Лобачевского, нет геометрии на шаре. Понимаешь? Ну как бы мы начинаем сходить с ума. Понимаешь? И вот сами себя деградировать. Поэтому вот я же говорю, на секунду надо остановиться. И чтоб все наносное ушло. Ушло. Да мне, знаешь как, мне не важно, вышиванки ты или нет, мне важно, что у тебя в сердце. Ты Украину любишь или нет? А как ты ее любишь? На каком языке? Какой религии? Это же десятый вопрос. Понимаешь? Нужно осознать, что любить Украину может не сантиметр квадратный, а живой человек, живое сердце. Если нет живого сердца, то этот сантиметр будет принадлежать другому. Понимаешь? Вот и так далее. То есть нам нужно понимать, что геометрия трехмерная, если тебя загоняет двухмерная плоскость, там нет решения. Оно в третьей плоскости. Если кто-то запрещает законам третью плоскость, подумайте. В любом случае мы будем ходить по кругу. Каждый раз теряя золотые. Знаешь, сколько у тебя золотых в кармане, как тут Буракин? До тех пор, пока мы не придем к пониманию объемности и геометрии. Но тут есть нюанс. Если все это все понимают, и в школу вроде все ходили, то почему? Нахиба. А я вам отвечу. Потому что если сегодня, если сегодня дорисовать третью ось, многое в головах людей поменяется, то есть спадет эта пелена, знаешь, как вот окажется, ну, белое окажется, черное, черное, белое, и так далее, есть огромный риск внутреннего конфликта. А ты что думаешь, что Порошенко этим не воспользуется, или там другие? Мы же на низком старте. То есть внутренняя политическая нестабильность, которая где-то там клеит, если ты добавляешь еще одну ось, она тут же вспыхивает, понимаешь? И получается, что мы должны пройти между силой и Харибдой. То есть это очень узкий проход в штормовое время, и не убить корабль. Потому что если ты добавляешь сейчас еще одну ось, его кидает сразу на фронду. Если ты добавляешь, его кидает хождение по кругу. Как это сделать сейчас? Сложно. Это точно так же, как было с контрнаступлением, когда пришлось вчера или позавчера вышли эти представители Минобороны и говорят, вы знаете, ожидания от ВСУ от контрнаступления были слишком завышены. Надо что-то с этим делать. Понимаешь? Ребят, а зачем вы рассказывали все это время, там вот эти морковки цепляли и так далее, рассказывая про НАТО и так далее. Вы же не понимаете, что в НАТО войти с Крымом, ну то есть точнее войти без Крыма, это согласиться на территориальные уступки. Все, это поделить страну. А в НАТО, вот если входить, ну войти в НАТО с условием того, что Крым под оккупацией, нельзя. То есть войти без Крыма, это территориальные уступки. Войти с ИСы нельзя, а взять военным путем, ну давайте посмотрим, что было с Бахмутом. Мы уже много раз приводили пример. А теперь представь, сколько Бахмутов поместится в одном Крыме. Ну давайте быть реальным. А где самолеты? Когда они будут? А какой радиус действия этих самолетов? Откуда они будут взлетать? Ну уже говорят с запада. Ну хорошо. То есть поляки сразу сказали, не-не-не, только не с нашего аэродрома. Мы уже знаем, что хочет делать Путин Г-2-0, поэтому с наших аэродромов нет. У себя, у себя. А у себя это где? Это получается где-то Львовская область. А это граница с Польшей? Ну опять оно как-то так все, знаешь. А тут еще помнишь, вспоминали, а давайте авиакоридор сделаем гуманитарный, по примеру, Зернового, да? Давайте аэродромы во Львове, а давайте будем там торговать, летать и так далее. То есть все начинает как-то забиваться в одну картину. Я все это называю словом езуитство. Не езуитство. Потому что получается те, кто любят Украину, они, знаешь, как белое становится, черное. А те, кто ее ненавидят, ну открывают ротяку и рассказывают вышиванку поярче, они оказываются в патриотах. И как? В этой плоскости, еще раз, без новой оси нет решения. Вот и все, что я могу сказать. Я, ну, хочу просто уточнить один момент. И вот эта прорисовка новой оси связано ли это с заявлением Эрдогана, который поговорил со Столтенбергом, ну, который как бы нам как бы, ну, не знаю, упаковывают Изольду Марковну. Он поговорил с ним и сказал ниже следующее. Вот эта деэскалация ситуации в России предотвратила необратимые гуманитарные катастрофы на украинской земле. У нас почему-то все, ну, сразу вот так спохватились, наверное, на ЗАЭС намекает или на какие-то другие последствия. Но он добавил, что вот это все, что произошло, вот этот провалившийся мятеж в России, станет новой вехой на пути к справедливому миру в Украине. Прокомментирую, пожалуйста, вот эти два, ну, смысла, которые бросил Эрдоган, ну, с учетом, о чем мы говорили выше. Смотри, когда развивался весь этот мятеж, где-то в середине дня, я написал такую фразу, так интересно, Минск-3 нам еще не упаковывали. Да? Объясню. Ну, то есть, я же сразу сказал, нужен этот переворот доски. По-любому. Для чего? Для того, чтобы принуждать к этому Минску. Теперь, значит, когда Путин сделал то, что он хотел и подготовил, грубо говоря, ракету к старту, ну, то есть, а теперь повторим, значит, пробег по кругу, тогда выходит, правильно, тогда выходит Эрди и говорит, друзья, а теперь, значит, во имя мира на Земле, потому что в Г-2-0 будут втянуть, что такое мировая война? Мировая война это как больше двух, понимаешь? Если будет тянут еще кто-то, это уже мировая война. И все это понимают. Они говорят так, а теперь после того, что произошло в России, только не надо прямо это понимать, то, что произошло в России, это четкий знак того, что Путин понял, что мы решаем Г-2-0, что штаты, по-польски слову, цофнулось с этого Г-2-0, выходит Эрди и говорит, из того, что я наблюдаю в Беларуси, что куда и как пошел Вагнер, что сделал Путин внутри, укрепив эту вертикаль, как поступили НАТО и как поступили США, и понимая экономическую ситуацию в Европе, кто и как будет оплачивать аренду зала, собственно говоря, исходя из этого всего, мы четко понимаем, что открывается окно для Минска-3, ну или Стамбула. Вот о чем говорит Эрди. Но еще раз скажу, нету пока этой третьей оси, а соответственно, можно об этом миллиард раз говорить, но сейчас нету. Реальное окно, которое я вижу, сейчас бифуркация, окно событий, события, а будет оно или нет, я не знаю, но пик событий, оно у меня показано на октябрь-ноябрь месяц, вот где-то вот там на стыке, ну если сейчас точка бифуркации, но сейчас может начаться процесс к подходу к этой росту, то есть сейчас можно посадить семочку этой оси, а вот октябрь-ноябрь она будет, ну она вырастет, но для того, чтобы она выросла, должны произойти те события, которые должны произойти в Раши, где-то ноль, на который мы идем без этих двух рычагов управления, которые были до этого. Вот тебе все слова, Эрдоган. А Эрдоган здесь игрок? Нет. Я думаю, что игроком будет Эмираты, Катар, а будет это все на площадке Арияда, то есть Саудит. По сути это Китай. То есть игроком будет Китай. Ты вспоминал, и мы там как бы отвлекаясь, да, по поводу Блинкена, там, полоси, да, ну там, как это, это уже как бы фразеологизм, да, вот, бросить полосней. Так а что происходит? Ну, вроде как хорошо съездил Блинкен, вроде как вернулся, немножко подмочил репутацию Байден, а тут Блинкен вышел, говорит, Байден прав, Син Цзиньпинь диктатор. Потому что не мог Блинкен сказать другого. Я думаю, никто на это обращать внимание не будет, и Блинкен сказать другого не мог. То есть все прекрасно понимают, что это выбор. И точно даже в Китае это помимо. Ну что не было другого варианта, кроме как он должен был это сказать во время выборной кампании. Вот. Но, ты ж пойми одну штуку, что даже если все это сто раз понимают, то есть что это все фигня на самом деле. Вот. Все прекрасно понимают, что все империи одинаковы. Одна полосатая, другая красно-желто-звездная, третья серпаста-молоткастая и так далее. Они все одинаковы. Это просто разные рубашки. Они все диктаторские. Все. По определению. У одних правит глубинное государство, у других партия, у третьих царь. Но это все одно и то же. Понимаешь? И все это тоже понимают. Но, что теперь будет Китай требовать? Ты же понимаешь, что это было сделано публично. Теперь Китай будет требовать каких-то глубинных уступок себе, чтобы сделать вид, что этого не было. И я думаю, что главной глубинной уступкой здесь будет реальное невмешательство США в выборы на Тайвань. Все. И тогда Китай реализует всю свою стратегию без войны. А Штаты умывают руки в случае чего и говорят, что мы же против воли избирателей Тайваня пойти не можем. Не можем. Но мы будем диктовать условия Китаю, чтобы не было конфликтов, мы будем где-то там присутствовать. Ну, то есть начнется обычный уже торг. То есть банальный торг. И сложный интеграл будет решен частями. Вот такая картина. Интересно. О внутреннем мы всегда говорим, Миш, и перед этим я традиционно всех призываю подписаться на телеграм-канал Михаила Чаплыги. Есть ссылка в описании. Также я всех призываю подписаться на ютуб-канал Миши, и поставить лайк этому видео. Это очень важно для того, чтобы видео увидело как можно множество людей, потому что мы, ну, на самом деле, ну, ты же заметил, что я не впился вот в эту историю, да, с заходом на северо-востоке. Не впился, потому что есть много, ну, скажем так, много разных аспектов. Есть где поспорить, есть где подискутировать. Поэтому перенесем вот эту историю в телеграм, в чаты телеграмов, там, у меня, у Михаила Спортия, друзья, ну, как бы, высказывайте свое мнение, что это за заход на второй круг, но я думаю, главное мы сказали. сегодня по украинским, скажем так, делам выходит на авансцену министр культуры Ткаченко. На Кнышковом арсенале это выставка книжная, ярмарка, да, вот так, книжная, традиционная, ну, легендарная, и против него протестовали, прям выходили с плакатами, это было так, достаточно удивительно, в общем, ну, смотрелось удивительно, не в смысле протеста. Он также собрал петиции, ну, голоса для петиции за его снятие, но вроде как Шмыгаль говорит, нет к нему претензий, все хорошо. И вот Ткаченко сегодня опровергает слова Нарышкина. Нарышкин вышел с очередным заявлением, все как бы так удивились, он обычно говорит, что Польша придет и всех захватит, он прям повторяет эту историю постоянно, западную Украину, а тут он заговорил о ценностях и мощах в том числе Ильи Муромца Киево-Печерской Лавры. Начальник службы внешней разведки России говорит, что вот эти ценности из Киева-Печерской Лавры увезут куда-то за границу, где-то, куда-то, в общем, будут там в музеях хранить. Ткаченко вышел, сказал, что никто ничего не увезет из Украины, и вообще Россия должна ответить за ценности, которые, ну, скажем так, которые пострадали. Но он же как-то в этом сообщении не сказал, что никто не увезет из Киева-Печерской Лавры. А тут уже возникает некий вопрос. Я хочу, чтобы ты прокомментировал вот эту ситуацию, сказал по поводу вообще фигуры и, ну, целей. Мы же смотрим всегда, пытаемся за горизонт. То есть, есть какая-то сверхзадача у Ткаченко? Какая? Бить по линии раскола. Я же тебе говорю, вот эти вот три осколка империи, из которых соткана Украина в границах 91-го года, она до 91-го года в этих границах никогда не существовала. Именно в этих границах она впервые родилась в 91-м году. Для того, чтобы не дать ей существовать в этих границах, внутренние вощи, именно так они называются, делают все для того, чтобы просчитывать эти линии разломов и бить по ним. Знаешь, старую историю о том, как пришел однажды к ювелиру, пришел товарищ с алмазом, говорит, ну, вот его нужно расколоть для того, чтобы из него сделать бриллианты. Ну, и цена этого алмаза сумасшедшая, если ты ошибешься, он рассыпется на миллион кусочков. Значит, и что делает мастер? Он передает подмастерью, передает этот алмаз, говорит, то раскали его. Тот берет, даже не задумываясь, фу, расколол. Говорит, почему? Говорит, просто ты не, ну, он не знал ценности этого алмаза. Да, он точно по линиям раскола бьет. Вот точно так же дали, ну, Ткаченко выступает в роли подмастерия, понимаешь? Он выступает в роли, в роли такого, я знаю, такого подмастерия. И таких подмастерий много. Бить по линиям там языковым, бить по линиям культурным, бить по линиям историческим, бить по линиям религиозным, по-разному. Вот просто, вот специально выбирают вот таких, и они лупят, 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 лупят. Понимаешь, то, чего Путин не может добиться на внешних границах, изнутри. Понимаешь, делают изнутри. Мне нечего сказать по этому поводу. Но то, что на рыжке носятся с этой идеей, а давайте, он же намекает по сути на северо-восток. Ну прямым текстом намекает. То, что он там носится, что поляки будут заходить. Ну так они давно, мы с тобой в первой части поговорили, что они носятся с этой идеей, а давайте на двоих распишем. Но вопрос, зачем внутренние воши это делают, сложно сказать. Я не знаю, зачем выходят первые лица и рассказывают, кому, кому как правильно родину любить. А если ты любишь не так, как я привык, то враг народа и так далее. Я не знаю, зачем это все делается. Ну, я догадываюсь. Но, к сожалению, мы живем в эпоху Оруэлла. Это когда черное, белое, белое, черное. Тот, кто любит Украину, обречен быть изгоем. Кто ее ненавидит, будет сидеть за свадебным столом. Ничего добавить. Запросская атомная электростанция. Я прям, вот, ну, если так медийно смотреть, да, на все происходящее, ну, Пригожин со своим мятежом так вот немножко подвыпустил пар. Потому что, когда выходит президент, говорит, что опасность, потом, такие достаточно, такие жуткие подробности, говорит, Буданов, вот, все готово, вот, там, обмелевшее Каховское водохранилище, есть там возможность превратить ее в линию боевого соприкосновения, показывают какие-то группы ВСУ на том берегу Антоновского моста, да, то есть, мы понимаем, что это все после подрыва Каховской ГЭС задышало, и, соответственно, операция на Запорожской атомной электростанции может подвигнуть к подрыву, вот этих заминированных объектов, там, хранилища, пруда, охладителя, и это все достаточно, вот, набирало-набирало обороты, Пригожин немножко пригасил, но сейчас выходят на новый круг вот этой угрозы. Она, вот эта угроза ложится в сценарии вышеописанной и как? Честно, я не вижу даже где и как. Выходит МАГАТЭ и говорит, что пруд не заминирован, что заминировано все вокруг. Выходит МАГАТЭ и говорит, что воды там достаточно и работает охладитель. Выходят физики, ну, я не физик-ядерщик, хотя, ну, инженерный, я не физик-ядерщик. Выходят и говорят, что там невозможно взорвать, ну, вот она заглушена по сути. Отработанные отходы взорвать, ну, в радиусе пяти километров, да, что-то будет, ну, особо ничего, ну, ветром, да, будет дуть, облако пройдет. Но это, ну, катастрофа, но не катастрофа, катастрофа. Вот. То есть, вообще непонятно в этом плане. Ну, единственное, что я четко понимаю, что для того, чтобы мы могли прорвать оборону выйти на огневой рубеж Крыма, ну, как ты обойдешь, ну, как ты обойдешь, понимаешь? То есть, это понятно, что запорожская атомная тогда станет полем боя. Какая стратегия русских? Стратегия русских простая. Мы окопались, поставили заложников вдоль, да, ну, то есть, по сути, ЗАЭС это заложники, да, поставили заложников вдоль линии, и мы сидим себе вот это и пьем кофе. Если там украинцы хотят, значит, освобождать Крым, то им придется убивать заложников, вот что говорят русские, понимаешь? Мы выходим, говорим, русские заминировали заложников, что-то надо делать, они их взорвут. То есть, вот и вся картина. Но, еще раз тебе скажу, то есть, это же все было понятно, когда они пытались сделать так называемый периметр безопасности ЗАЭС. Периметр безопасности был от Каховской ГЭС до самой ЗАЭС, понимаешь? Вот что они хотели. Это не вышло там, у русских не вышло, они выдвигали кучу условий. Сейчас мы четко понимаем, что если там мы идем в контрнаступление по югу, то мы никак не можем обойти ЗАЭС. А что будут делать русские? Они вполне могут устроить провокацию. Вот во что я верю, это в провокацию, которая может привести к катастрофическим последствиям. Вот в это верю. Вот что может быть. Но, выходят на АТ, и рассказывают нам совершенно другое, понимаешь? А мы обращаемся к США, а те до сих пор не сложили своего мнения о том, что произошло на Каховской ГЭС. Ты понимаешь? Мы обращаемся к США и говорим, что, ну, где ваша точка зрения, то что вы, вы же все видели, у вас же есть объективные данные. Ну, где официальная позиция США по тому, что произошло на Каховской ГЭС? Ну, может, не надо было отмахиваться от Эрдогана и создавать такую международную комиссию? Может, ты и прав. Может, ты и прав. Но, опять же, история не знает сослагательного нагрузка. Уже да. Понимаешь? Поэтому сейчас это уже, я просто фиксирую факт. Опять те же США, которые врезают нам стратегические бомбардировщики. Не надо, значит, бороться за Крым. Сдайте, значит, ядерное оружие и вообще не выходите из СССР и так далее, и так далее, и так далее. И опять они выходят и говорят, вы знаете, да, мы не видим, мы вообще не понимаем, что происходит. А если они непонятно к нему обращаются, Зеленский говорит, а где реакция вообще на угрозу на ЗНС? Штрих, штрих, Миша, вот маленький штрешок, я бы сказал, информационный. ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple Watch часы в Шебекино. Все как бы нормально там, ну, новость и новость, но Apple Watch стекло Шебекино. Это уже когда 16 месяцев идет война. Ну, это как штрих, да? Понимаешь, я тебе скажу так, ну, тут тоже есть манипуляция. Я сомневаюсь, что это стекло шло куда-то там на этот Apple Watch. Завод, да. А давай зададим вопрос. Нам нужен это стекло Apple Watch. Очевидно, на этом заводе размещены какие-то подразделения. Это же площадя, правильно? То есть, там размещены какие-то военные подразделения России, которые наносят удары по нашей территории. Очевидно, там никакого от стекла Apple Watch'а там осталось только одно название. В лучшем случае. Но новость звучит. Звучит. Особенно в контексте Соединенных Штатов. Да. Два, скажем так, эпизода. Я редко с тобой говорю про криминал, да, про какие-то вещи. Но Мангеру по делу Гонзюк дали 10 лет. 2018 год. Херсон, кислота, лицо, то есть, это все тянулось, это все политизировалось. В общем, ужас и кошмар, да, вот это там Катя Гонзюк. Но все, вроде бы, как точка поставлена. Это первый эпизод. Это вот призраки из прошлого. Невыученный урок, или кто как скажет. А второй эпизод, ну, неоднократно и в эфирах, и ты встречался, экс-народный депутат, теперь в Тернополе совет возглавлявший Головко попал на взятки за выезд, за, скажем так, разрешение, тендеры. Приняли его сегодня, и, ну, этот свободовец, депутат от свободы, бывший, народный, теперь в совете. Ну, это вот выглядит прям, ну, очень интересно. Вот эта связь между прошлым и будущим, а ведь как изменилось время? Да никак оно не поменялось, все то же самое. Просто перед выборами всегда идет, знаешь, как, когда было, дело Тимошенко было, Европа выступала не за то, чтобы судить, не судить, там, и так далее, и так далее. Они говорили о выборочности правосудия, о выборочности. Точно так же и здесь я тебе скажу. Ближе к выборам идет речь о выборочности. Вот и все. Ты что думаешь, что только в Тернопольской области такое? Ты себе даже представить масштаба не можешь, понимаешь? Оно везде. А о выборочности будем говорить. Когда говорят про Одесского этого военкома, не знаю, отстранили его, по-моему, да, там, что там было. На целой ставке. Хорошо. А он, то есть, слушай, знаешь, это когда ты, представь себе эту доску для йоги, да, и там гвозди вот это из нее торчат. Вся доска в этих гвоздях. Но один гвоздь оказался, ну, более таким длинным, да. И все, ага, ну, вынут этот гвоздь. И что, доска изменилась? Может, очевидно, надо было просто добавить еще одну ось. И речь-то идет не о том, чтобы гвоздь один вынуть из доски, причем, повынимать только там, где тебе надо. А поменять доску на кровать мягкую, может быть, так надо было поступить, понимаешь? Не двигать эти кровати в борделе, а бордели отменить, понимаешь? Вот. Коррупция, коррупция, это то, с чем ты никогда, с ней невозможно бороться, ее можно только возглавить. Коррупция, она рождается из широты дискреции и запрета. Вот откуда рождается коррупция. Знаешь, когда вот двор, ты имеешь двор во дворе, ну, под домом, как проложить дорожки? Просто ждешь месяц, где люди ходят, там ты цементируешь и будет тебе дорожка. Но есть другой путь. Вот, вот вопреки логике сделать буквой Г, например, да, не по диагонали, а буквой Г. Коню, понятно, будут ходить и протаптывать, понимаешь? Вот откуда берется коррупция. И от широты дискреции, когда наказание может быть там 10 гривен или 1000. И вот будет решать чиновник, понимаешь? От широты вот этой дискреции. А у нас, понимаешь, ну, что тебе сказать? То, что наказали Мандера, мне Катю не вернут. Знаешь как? Катя, вот она в чем-то была похожа на меня. Она была такая же безбашня. Если она видела, что что-то идет не так, ей было на все. Да ты ей хоть 10 раз расскажи, что это бандиты страшные, что для них убить человека, это, блин, вот так вот, понимаешь? Что это не политика, это бандиты, тупо бандиты. Они просто покупают, места, покупают все. Да хоть 100 раз ей это расскажи. Катя, если у нее упала планка по справедливости, то есть вот справедливость, у нее падает планка, если кто-то нарушает. И когда у Кати упала планка, ей плевать вообще, было на всех этих бандитов. Она герой. Но, понимаешь, ну, хорошо, наказали этого Мандера. Что дальше? Что, система изменилась? Что, бандитов там стало меньше? Просто другие пришли, понимаешь? Вот и все. Я хочу, знаешь, Катю уже не вернуть, к сожалению. Уже не вернуть. Но, неужели непонятно, что это все система, что одна фамилия ничего не решила? И то же самое там. Что это непонятно? То же самое в этих, в, как они, в этих военкомах. Да это везде одно и то же. Идет две войны. На одной гибнут, там, на передовой. А внутри, одни по линиям раскола лупят, внутри, свои воши, понимаешь? Другие, как в последний день, воруют, потому что они, вот это, они выходят на митинги, рассказывают, едыно, кто такие там, утича плыги, ходят всякие, всякую, рню ворит. Но то рука Кремля, там, рука Кремля, оси, он якийсь придумал, оси придумал, понимаешь? А мы, мы патриоты, мы это, а сами-то прекрасно знают все, даже больше, чем я. И зная, что, ага, если завтра банк сгорит, значит, надо сегодня взять кредит, а банк сгорит. Все, банк сгорел, кредит погашен. И они, как в последний день, выносят. Вот в чем езуитство. У нас идет две войны. Это страшно. Михаил Чаплыка был моим собеседником сегодня. Миш, спасибо большое за твое время и твои мысли. Друзья, берегите себя, всем добра и света. В следующий раз мы с Мишей уже встретимся в июле, вот том самом, поэтому приготовьтесь, ну и ставьте лайки. Увидимся обязательно. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok